Всем привет! Добро пожаловать на Rogov Life! Это Ольга Шуранова, это Александр Рогов. И вы смотрите шопинг-блог из Парижа. Будет очень... Оговорочка по Фрейду. В общем, вы смотрите тревел-блог из Парижа. Вот доказательства. Я предлагаю прямо сейчас отмотать все назад, увидеть другую подводку, увидеть тизер этого выпуска и просто кайфовать. Я не знаю, сколько будет длиться этот выпуск, но мне кажется, пропустить нельзя ни секундочки. Тревел-блог, Rogov Life. Комментируем, подписываемся, смотрим, друзьям отправляем, наслаждаемся. Бежим. На недельку! До второго! Вы знаете, что я вам сейчас покажу? Может быть, это купить? Блин, весь мой фэшн-флан пошел по одному месту. Срань, ссака, дерьмо. Будем пить шампанское. Прекращай. Возьми снимать. Говори, не снимай, ты снимаешь. Ну шо, дай мне показ посмотреть. Хорошо, смотри, говори, не снимай. Не хватит, не смотри. Вау! Вау! Три, четыре. Тандемный путь. Саш, а Саш, че делаешь? Да, подглядываю. О, показ, мне не понравился. Какие хорошие тут, не знают, куда идти, налево или направо. Пойдем по магазинам. А сколько раз в день мы моемся? Мы в день моемся пять раз здесь. Ну три. Давай, еще чуть-чуть. Да! Говорю, не снимай, она снимает. Говорю, не снимай, она снимает. Здрасте. Ну как можно остановиться, фотографировать ее? Это вот королева Бурлеска. У меня ровно три минуты на сборы, потому что мы напоминаем на неделе моды. Ммм, как дорого. Не так вкусно, как в Италии. Но это плохо, даже другое. Ручками берете за штанину, ближе к ширинке. Поднимаете и идете. Ой, а что будет дальше? За Париж. Вы смотрите тревел-влог на Rogue of Life. Зато это, мне кажется, будет очень веселый влог. Что-то мне думается. Шоу начинается. Добро пожаловать в Париж. Приключение начинается. Вот сейчас я Оленьку дождусь. Сейчас ее там пропустят. И поедем. Вот Оленька идет. Давайте приветствовать ее в Париже. Вот тут конвой он выводит. Ну что, добро пожаловать в Париж. Все, мы приехали. Пойдемте. Осталось забрать чемоданы и поедем в город. Так, мне главное не забывать, где камера. Камера здесь, Оленька тут. Багаж, наконец, выдан. Можно ехать в город, заселяться, ходить, бродить, кружиться, вертеться, пить, есть, покупать. Все. Мы теперь официально в Париже. Здравствуйте. Александр. Давайте, если хотите, да, вот, перейдите. Очень важный человек. Ну а что, удобно, когда тебе помогают? Думаете, смотан бежит. Как-то встречают. Радуешься, едешь? Это последний раз в Париже было. В 19-м году на день рождения. Наслаждаешься? Да, я бежал в Париже. Мы любимый город. После Москвы. И Нью-Йорка. Нет, Москва, Париж. Да, kurtьежмель, мы бог спасли. Продолжение следует... 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 вот такое было шоу вот еще чуть-чуть картинок вот картинки мы еще показываем ладно все бежим боже мне 42 года веду себя как будто у меня 11 ладно пойдем деньги взяли карточки взяли все взяли вперед в париж подписчицы и подписчики поклонницы и поклонники не удивляйтесь да я многогранная личность вчера в париже в модном аутфите а сегодня в москве вот в таких смешных кошачьих ушках одеваюсь как хочу живу как хочу и отдыхаю как хочу и кстати про отдых я очень много работаю но вот когда хочу тогда у меня и пятница так подумали и в летуаль и в июле сделали черную пятницу на весь месяц и так черная пятница в летуаль летом и в приложении и на сайте и в тысячи оффлайн магазинов по всей стране скидки до 80 процентов представляете летуаль вы умеете удивлять ван лав но я не удержался и заказал себе кое-что полезное смотрите вот такое крем-гель для ванны и душа с ароматом цветочного меда маску для кожи вокруг глаз и патчи для зоны вокруг глаз золотом но раз золотом точно помогут снять отеки перед съемками и кстати в летуаль уже давно есть не только косметика и парфюмерия но и одежда аксессуары товары для дома животных и много что еще скачивайте мобильное приложение летуаль пусть она всегда будет под рукой ныряйте в летнюю черную пятницу и заказывайте все что душе угодно со скидками до 80 процентов может быть и кошачьи ушки вот такие себе найдете у меня же получилось а по промокоду рогов вы получите дополнительную скидку в 1000 рублей при покупке от 3000 на мы с вами что делаем ну что мы с вами делаем мы с вами шопимся в летуаль и возвращаемся в париж я дурьем я дурьем вы спросите как ходить в длинных джинсах по улице вот так ручками берете за штанину ближе к ширинке поднимаете и идете собственно другого варианта нет лайфхак да да я не поспеваю я вот смотрю на все но еще насмотришься мы спешим пойдем но не прям глобальная реновация какая-то идет все закрыто щитами прям париж как москва несколько лет назад строится обновляется а любую стройку что нужно просто перетерпеть но нам все равно красиво перетерпливать нам ничего не надо мы кайфуем enjoy и бежим кого новая она нас ждет копытцем бьет покажи парижский носик саж вот видите песочек такой парижские носики говорит как говорится мы опаздываем а вам носик парижский показываем пойдем в общем мы прошли 138 километров 28 еще впереди но мы уже почти зашли до авеню монтейн это главная торговая улица после сент-он-рэй или наоборот сент-он-рэй главное после авеню монтейн пойдем мы на связи с анной ивановой с нашим спецагентом из парижа и она нам сказал что мы все благополучно профукали ну и что зато мы идем в ля веню прекрасный ресторан что имя мы вановую будем пить шампанское вот во время недели моля сидят все в ля веню Хеллоу. Это сам Анна Иванова, родная сестра Александра Иванова, названная... Сережа, сережа. Слушайте, ребятки. Павдоны мало. Давай пить шампанское, да пить шампанское. Салаты с амаром вкусные, тартар сибасом вкусные. Тут есть пасты, как макароны такие? Марили все с марчками. Вот я буду макароны со смарчками. Будешь макароны с марчками? Нет. Париж. Вот он, Париж. Как вы поняли, мы сидим на авеню. Никуда не идем. Будем пить шампанское. И отлично проводить время. Кстати, сейчас не видно, но прямо перед нами Эйфелева башня. Мы вам ее еще неоднократно в этом выпуске покажем. Итак, за Париж, за Париж. За Париж. А так как это немножко еще и фудблок, я вам должен представить нашу еду. У меня будет паста со смарчками. Не знаю, насколько смарчки можно назвать свежими, потому что они сморшенные. шу будет есть несуаз не консервированным как дорого так наш обед с подругой нашей подошел к концу во всех смыслах слова и сейчас мы видим перед собой главную женщину парижа это не рената литвинова это не анна иванова наша подруга а я думаю вы уже догадываетесь кого шу кого мы видим башню показать вам при населения забываю где камера вот тут камера вот она впервые появляется в этом влоге вот она скромница конечно не передается красиво очень все мы вернулись в отель дорогие мои париж о котором я сегодня вам рассказываю куда мы взяли вас с собой это город мифов и легенд и значительная их часть связана с искусством модой и красотой а сейчас уже из москвы я хочу поговорить про мифы у которых нет никакого основания если вы думаете что для того чтобы ваши волосы были здоровыми блестящими и густыми нужно мазать их репейным маслом делать маски и желтка пользоваться исключительно деревянными расческами и домашним скрабом из соли и соды знайте все это не работает а работают в первую очередь правильно подобранные средства представляю вам серию низокея это очищающий шампунь и тоник для ежедневного ухода за кожей головы комбо которая может помочь решить проблему шелушения и ощущения зуда а также поддержать ваши волосы после отпуска ну если вы много купались в морской или хлорированной воде может быть загорали может быть ходили в горы и так шампунь низокея подходит для ежедневного применения в домашних условиях а тоник низокей легко взять с собой чтобы заботиться о коже головы в течение дня тоник как и шампунь ухаживает за кожей склонной к перхоти и раздражением он обновляет клетки эпидермиса и не просто увлажняет а восстанавливает кожу чтобы она могла удерживать влагу а еще знаете что тоник не требует смывания потому что у него легкая нежирная текстура и такой классный охлаждающий эффект поверьте мне купить шампунь и тоник в наборе сейчас можно со скидкой на сайте аптека точка ру ссылку конечно же оставлю в описании ну а мы возвращаемся в легендарный париж давайте как дела супер у нас было столько планов пойти на ужин кружиться вертеться бродить по парижу знаете что случилось паста с морщиками что я травился и два часа обливал ну в общем я лечусь мы никуда не пошли я предлагаю пока я буду лечиться в себя приходить мы отвлечемся и вас перебросим на несколько дней назад вы сейчас отправитесь наблюдать за нашими приключениями в ереване на ереванской неделе моды я вот тут подлечусь подлатаюсь а мы с вами встретимся и будем тусоваться по парижу к тому же говорят что завтра будет солнечно говорят великий предсказатель говорит что завтра будет солнечно в общем давайте вы в ереванчик быстренько посмотрите что там происходило возвращайтесь в париж это рогов лайф и отравление с морщиками все давать на часах 4 35 я с чемоданами спускаюсь вниз чтобы отправиться в ереван на ереванскую неделю моды здесь у меня вещи нарядные сумки цацки неудобно снимать все столько чемоданов да вот девушка в розовом сейчас все зацепим здравствуй сашенька здравствуй оленька твою поставим мою битин для бедных едем у тебя много чемоданов 2 тяжелая нет но один дат другой не очень у меня еще не подъемный мишка лен заболел пока не смесла как-то хотел путешествовать на неделю моды здрасте я я тут уже как разной ну все мы здесь перекантуемся и полетим в ереван как полетим ереван еще раз покажи пожалуйста ереван с какой целью вы летаете да там неделю моды в ереване у меня спросили поехали вы смотрите тревел-влог на рогов-лайф вы смотрите тревел-влог на рогов-лайф это самая удобная чемодана потому что и всегда видно то что они похожи на холодильнике а чемодан шу всегда видно потому что он в наклейках рога в городе кстати хотите эксклюзивчик мы рога в городе снова запускаем ладно все хватит снимать так ладно мы в ереване уже в центре города поднимаемся на лифте на этаж номер 9 где будем проживать совместно с оленький давай вываливай будни блогеров путешественников посмотрите вот наш номер это holiday in в самом центре еревана перед нами здесь какая-то пешеходная зона много зелени и номер у нас наверное 8 квадратных метров на двоих учитывая тот факт что мы ехали на неделю моды с большим количеством вещей особенно я у меня целых два чемодана как вы заметили и разместиться здесь будет непросто у нас сейчас будет здесь просто игра в лего мы будем что-то открывать что-то закрывать потому что единственный гардероб единственный шкаф для модников которые здесь есть вот такой то есть это 30 сантиметров в ширину 30 сантиметров счастья ну что она ваша борщица лук еще ну вот на плюс 32 нормально 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 супер они же натуральная кожа как мы говорим да супер окей вот здесь вот по стеночке можно передвигаться вот так потом оля закроет чемодан я открою чемодан но я нашел здесь подоконник для себя где а у меня будет чемодан с аксессуарами со всякими сумками с очками и конечно еще всякого кутюра боленсягина тащил с собой а по ощущениям все это здесь мне вообще не пригодится зато это мне кажется будет очень веселый влог что-то мне думается такое да ты предрекаешь да ой подградываешь там да из-за плеча ну чтобы вы поняли я не ханжаю не жалуюсь не капризничаю и на самом деле сейчас надо одеться чуть попроще потому что мы пока не понимаем вообще что здесь будет происходить где проходят показы какая здесь публика какая аудитория и возможно вся та странная одежда вся та странная одежда которую я набрал она просто не пригодится будет кататься со мной по Еревану и по Парижу главное голубя взять а ну голуб кстати подойдет нормально он все луки сразу модными сделает надо вообще в принципе понять что нам делать а что нам делать решить что камера не тут а тут блин весь мой фэшн план пошел по одному месту ну то что я пока не понимаю то что я ехал на неделю моды а приехал в холидейн вот в чем вопрос а ты спать прямо на чемоданах планируешь саш ну вполне возможно да ну нет я буду все сбрасывать просто на пол вниз и все следочки хватит снимать ну время снимать она снимает ну что такое так мы нарядились снарядились вообще шоу просто в кутюре нереальном и у меня тоже пиджак шиворот на выворот выглядит в итоге прикольно ну и голубь не зря ехал давай фото запилим да мы не успеем так не успеем мы в Ереване в Ереване Рога Флайд смотрят дааааа кстати вот пожалуйста добро пожаловать до Рога Флайд а мы идем на неделю моды посмотрим что же что такое первый раз в Армении да мы дошли до пространства где проходит впервые Ереванской неделя моды что нас ждет что ждет голубя что ждет шоу в кутюре видала чего вот у нас прямая трансляция вот это мое самое любимое платье доме этого дизайна размешалось все и баленси ага и рис ван херпен и селин и по карабан наверное это имеет место быть я хочу на показ там шоу пойдемте 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 мажь чего вы ждете от шоу николай чего вы ждете от шоу окончание ты не снимай здесь есть небольшая проблема с электричеством мы сейчас прям посреди показа отключилась музыка и подсветка пола но шоу не останавливается то что мода не останавливается вот так тисанья мы смотрим показ вот видим с вами фатиновой юбки это классно когда поддерживают дизайнера и вот под эти громкие аплодисменты я вам расскажу историю когда-то на мосту багратион что в районе фрунденской набережной показ сделал дима логинов и там тоже повредилась музыка и музыки не было все шоу это шоу бренда арсенику и там зрители аплодировали весь показ я даже помню как у меня ладони в итоге устали здесь аплодируют не постоянно но иногда аплодируют вот так что я не к тому что это может быть только в ереване в ереване сели на хвост маши коле они нас привели в место которое мы знаем она есть москве это ресторан арама саканова называется он мина и я вот подъедаю чужую пиццу очень удобно я хочу купить этих прекрасных людей за прекрасный город за прекрасный ресторан за прекрасным делю моды и за то чтобы я не уступала на показе там и отлетел сейчас мне даже наш отель нравится уже а вечером будет еще больше нравится вот снимать кури снимать снимают Ну шоу, дай мне показ посмотреть. Нет. Ты меня позоришь. Что я делаю? Все тихо. Коля, как тебе? Очень красиво, невероятно. В очках. Боже, я так устал. Да? Да. В общем, неделя моды – это очень выматывающее событие. И мы пришли сюда, чтобы немножко отдохнуть от моды в нашем великолепном отеле Holiday Inn в Ереване, чтобы потом переодеться в новые луки и отправиться еще на одно фэшн-шоу. После чего нас ждет еще один ужин. И, возможно, потом веселье. Так что stay tuned. Это Rogue of Life. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Камера здесь. Все. Не отвлекай меня, я погружу вам в Телеграм. Мне нужно проверить все. В общем, я поспал 8 минут. Шу не поспала ни одной минуты. Ходила к Овечкину в номер. Алкоголь употребляла. Вот. А мы нарядились и идем на финальное шоу сегодняшнего дня. Вот мы уже почти дошли. Оно будет в 9 вечера, а потом нас ждет ужин в каком-то фантастическом, как говорят, ресторане. Ну, надеюсь, что он будет фантастическим, да? Ну, даже если не фантастическим, пофиг. В обычном тоже поедим. Вот, смотрите, это рубрика Handmade by Shoe. Такие перчатки с кристаллами. И вообще у нее немножко мер мейткор сверху, а снизу школьница-порочница. Так нельзя себя подвести. Ой, у меня изжога жуткая. Ладно? Угу. Отчего? От аппероль шприца, мне кажется. Ой, где камера-то? Вот тут камера. Вот и зеленый огонечек. Хотите, я вам одним словом могу понять, что я в данной секунде чувствую? Баня. Очень душно. Здесь практически нет вентиляции, потому что, видимо, какое-то старое здание. Здесь очень душно. А ты видишь платье? Нет, я не вижу платье, потому что мы сидим в зоне, в зоне мглы. Мы с шоу на показе, причем, на самом деле, красивые вещи, очень детализированные, тонко сделанные, но мы видим только вверх одежды. Мы не видим, что там внизу, потому что мы пускали дыма. Я уже сказал, что здесь очень душно, и что здесь практически нечем дышать. И мы на дыма просто садимся с ума. Печет просто пот по моему стареющему телу. В каком стареющему телу? Боже. У меня тоже все здорово. Мода, знаете ли, это вот так. Тяжкий труд. Вот как бы вот так, не просто. Если у вас жажда здесь, в Ереване, не обязательно покупать воду, можно найти вот такой краник и попить. Если вы не знали, то мы вообще-то в Ереване представляем блогеров и инфлюенсеров из России. И вот мы сейчас в толпе международных инфлюенсеров. Тут есть итальянские, ереванские, какие-то еще инфлюенсеры. Идем на бесплатный ужин. Вот нас сейчас будут лакомить, кормить, а мы будем улыбаться, радоваться. Мы вроде бы еще в Ереване, а уже в Париже. Кафе Д'Анджело. Very Parisienne. Да? Похоже, да. Ну, в Париже мы еще вернемся. Позируешься там? Я думал, ты мне фотку делаешь. Буду, буду. Будешь, будешь. Я буду. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О, СЕДА! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В общем, вот примерно так заканчивается. Первый день в Ереване. Здравствуй. Здравствуй. Что делаешь? Ну, чем заканчивается первый день в Ереване? Приемом таблетки для пищеварения, чтобы запора не было, чтобы поноса не было, чтобы все там нормализовалось. Еда здесь вкусная, но ее много. Я спать хочу в жесть. Я все ложусь. Просто. Ой. Ой, а что будет дальше? Здравствуй, Саша. Здравствуй, Оля. 3, 2? Солнце светит, фонтаны работают, дети в подгузниках бегают. Это бэби-кор. Да, это бэби-кор. Мы даже подумываем, может быть, нам купить большие подгузники и тоже в них походить здесь, по Еревану. И сейчас мы найдем место, где-нибудь полакомимся чем-нибудь. Ну, таким туристическим, без претензии. И дойдем, возможно, если получится, до одного из моих любимых мест Еревана. В Ереване до этого я уже был. Мы сходим на Хаскад. Сейчас будут готовить цезарь, смотри. Как выяснилось, я Ереван знаю, как свои пять пальцев. И я Шу привел к моему самому любимому месту Еревана. Называется это место Каскад. А вот Шу уже обалдела, когда все это увидела. Я вам сейчас покажу, что видим мы. Мне кажется, вы тоже оцените. Вот. Кайф. Вот мы сейчас с вами поднимемся на самую верхнюю точку и будем в итоге спускаться вниз и смотреть на Ереван с высоты птичьего полета. А вот и птички. Это сумки мои. Да. Сколько сумок. Какую берешь? В России. Ууу! Сюда нельзя, извините. Извините. Это не просто достопримечательность, не просто каскад со ступенями, на которые можно подняться и спуститься вниз. Это центр современного искусства Гафесчана. Это предприниматель армянского происхождения, американский, который, насколько я понимаю, инвестировал в ремонт этого пространства. И вот вы видите, мы сейчас поднимались с вами вместе по эскалатору, и вдоль эскалаторов стоят объекты современного искусства, которые стоят, на самом деле, баснословных денег. И все эти объекты, вот тот самый Гафесчан, который все это проспонсировал, передал городу. И вы можете спокойно, поднимаясь по эскалаторам, созерцать вот эти объекты современного искусства. Их тут миллионы. И также есть такие промежуточные площадки, куда тоже можно выходить. И у меня большой вопрос к организаторам армянской недели мода, почему именно эту локацию не использовали как локацию для модных шоу. Посмотрите, как красиво, да? Это очень красиво, это очень похоже на поле де Токио в Париже. И вот примерно в таком же пространстве свои шоу всегда проводят рекоуэнс. Вот, представляете, здесь модный показ. Вот тут модели идут, вот здесь проходят, вот тут обходят. И в итоге все встают вокруг этой инсталляции. Это было бы великолепно, да? Да. Я просто продюсер фэшн-шоу. Но неужели сюда не пустили бы гостей недели моды? А мы продолжаем исследование Каскадова. Посмотрите, какая красота. Открывается невероятный вид на Ереван. И нам повезло, потому что сегодня видно Арарат. Вот он. Ереван, как на ладони. Я выяснил, в прошлый раз здесь же, ровно в этом месте, на Каскаде, я был в этой же одежде. Я был в этой же одежде. До меня была эта же рубашка, эти же шорты, в белых носках и в другой обуви. В руках была другая сумка, но тоже Эрмес. Даже очки те же. В общем, сейчас предлагаю запилить еще одно фото и насладиться совпадением. Ну, это просто прикол. А мы продолжаем пилить контент. Шоу меня фотографирует, а я их снимаю. Всем приветики еще раз из Еревана. И мы сейчас вам расскажем, где мы. Вернее, мы покажем, где мы. И самое интересное, мы не просто в воду залезли. Мы находимся в так называемом Лебедином озере. Прямо именно в нем. Не у него, а в нем. Это место так местное называют. И почему мы, собственно, сюда залезли? Знаете почему? Мы же великие косплейщики. Мы косплеим кого? Канье Уэстер. Да, потому что именно в этом озере, во время своего визита в Ереван с Кардашьянс, когда он с Ким приезжал ее с семьей, он решил здесь ночью сделать бесплатный концерт. И концерт реально состоялся. Мы даже найдем видео, сделаем здесь врезку. Надеюсь, что авторские права нам не запретят это сделать. И вы увидите, как Канье в этом озере давал бесплатный, случайный, внезапный концерт в Ереване. Все, я теперь Канье. И представляете, что я даю здесь концерт. Ой, ну на самом деле, на самом деле в Ереване так жарко, что Лебединое озеро – это идеальный способ охладиться. Вот, такие новости. Пришло время включить режим недели моды. Вот я живу в этом уголке. Здесь слоями лежит одежда. Трусы соседствуют с Баленсиаго Кутюр. Здесь еще один раскрытый чемодан. Здесь еще Баленсиаго Кутюр. Вот здесь у меня голубь живет. И очки, и штатив, и гвоздики из вчерашнего ресторана. Вот тут еще я при этом сплю. Перед тем, как лечь спать, это все убирается вниз. А здесь шустро. Надевать перчатки. Великолепные, винтажные Диоровские ботиночки, которые ей доставились от меня по наследству. Это еще, кстати, ботиночки времен Эдислимана в Сен-Варане. О, боже, в Диоре. Ой, аж запахался от того, как это все выглядит. И вот там тоже ушел выставка народного хозяйства. Блин, вообще-то так красиво. Я сейчас сфоткаю, а еще фото будет бомба. На мне вот эти таби зеркальные. Я сделал из брюк, из хлопка Баленсиаго себе шорты перед отлетом. Просто их отрезал вот тут все в нитках. На мне пиджак. Кстати, я похудел сильно, поэтому теперь он застегивается на булавку. Раньше он досюда не застегивался. Можно было носить только на пуговице. Это Ереван Fashion Week. Это Rogue of Life. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Фух, рассказал все. А это вот королева Бурляска. Хочу в духоту. Мы на фэшн-шоу нашей подруги. И мы ждем начало шоу. Сейчас начнем. Я считаю, что тема Рю и Воланов раскрыта. Можно надевать очки и уходить. Я вам напоминаю, это Ереванская неделя моды. Первая в истории. Вот, пожалуйста. Мы вот в такой... Так смешно смотрится вот это. В общем, мы едем на выставку. Мы едем на выставку модную. Мы едем на выставку. И я надеюсь, что у нас есть. Мы сейчас на лучшем мероприятии Ереванской недели моды. Это концептуальный магазин, который находится не в самом центре, рядом с Каскадом, где мы с вами сегодня уже были. И здесь замечательно. Очень атмосферно, красиво, концептуально, выверено и миленько. Вкусно тебе, Саша? Все? Да. Теперь куда идем? Мы идем домой? Нет. Да? Наша прекрасная номер. Да, потому что захочется возвращаться постоянно, чтобы помыться. А сколько раз в день мы моемся? Мы в день мыемся пять раз здесь. Ну, три минимум. Я никогда столько не мылся в своей жизни. Начнем с того, что у меня доска для невысоких людей, детская. Во-вторых, у меня ровно три минуты на сборы, потому что мы, напоминаю, на неделе моды. Это неделя моды в Ереване. Она достойна лучших образов от Александра Рогова. Потому что отсюда мы, конечно же, едем в Париж, где мы с вами уже вместе были. И туда еще вернемся в этом выпуске. Но в Париже на неделе моды нас никто не ждет, поэтому наряжаться там как бы не нужно. А вот в Ереване нас ждут с распростертыми объятиями, с нетерпением, с восторгом. И я должен покорять моих поклонников, поклонников моды каждую секунду. Но я вам напоминаю, на улице плюс 35. Я собираюсь надеть что? Пальто. А когда ты собираешься надеть что? Пальто. Нужно, чтобы оно было идеально. Я его уже испоганил. Шоу я переодеваться не разрешил. Да, официально? Да. Официально был запрет, но я переодеться успел. На мне белое пальто, пиджак, вэтмо. Белая майка, алкоголичка, джинсовые шорты, казаки, сумка в шипах. Можете уже начинать меня, собственно, песочить за этот образ. Мы торопимся на шоу. Передо мной Николай Овечкин. Ты думаешь, что только ты был? А, да? Да. Ну, я не люблю опаздывать, а мы уже опоздали почти. В общем, это неделя моды ереванская. Выпила все мои соки. Ой. Дай угадаю. Ой. Тебе мальчик отматывает? Выматывает. Сильно ты вымотан? Да. Ну, 27 показов из меня. Здрасте. Я вымотан. А ты даже не торопишься, да? Я смотрю. Ну, я не могу так ходить, как ты. Даже нечего сказать, да? Атмосфера is everywhere. Everywhere. Fashionable. Stylish. Incredible. Дорогу под перолем назвать. Шоу начинается. О, 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 о. Атмосфера. Её. Просто супер. Все вы сказали, что cocaine'ы были введены на телефон. Просто супер вот та. Давай ещё чуть-чуть. Подожди, дурак. Может, я ещё объёлся и сейчас обкакаюсь! Ох bracelet'ы. Да да! Чуть-чуть, чуть чуть. Вот! Ай, давай вторую! Боже! Тяни за пятку, а не за носок. Вот, все, она лезет. Все, спокойной ночи. Я встать хочу. В общем, весь сегодняшний день мы влог не снимали, все пропукали. Потому что, честно говоря, очень жарко, очень душно. При этом есть близагород. Это великолепный обед, который мы не сняли. Потом у нас был еще один обед не менее великолепный. Мы идем снова на неделю моды. Завершающий день. Ереван фашлык, ван-бан, просто спасибо за приглашение. А потом суп с котом. Чуть позже узнаете, чем наше ереванское приключение закончится. Спеваю за ним. Так быстро ходят. Да, кстати, красиво. Супер, просто очень бомба. Кстати, знали ли вы факт обо мне, что я очень быстро хожу? Да, и я с Сашем когда-нибудь спела, вот так бегаю. Да? Да. Обещаю, что сегодня, в последний день, самое лучшее шоу будет. Поэтому мы здесь, но в самых своих легких нарядах я даже просто в футболке ашу в барбикоре своем, неземном. «В arcBye». «В закончgehen». «В?» А3. « протест Minogue». «В Wizard». Это было хорошо. Да, это было хорошо. В общем, это концерты и группы Hertz. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу костю сказать, давайте в Париж обратно возвращаться, да? Давайте в Париж обратно. Возвращаемся в Париж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать обратно в Париж из Еревана. Ай! Начался ливень. Вообще, смотрите, красиво. Ну что, давай, три, четыре. У-у-у! Ничего себе! Так, подожди, у нас вот сюда. Ой, где отель? Вот отель. А мы не можем войти теперь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтра будет солнечно, и я не буду больше есть морочки. Все, мы пойдем выпьем, а с вами до встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро всем. Смотрите, какое у нас замечательное с вами. Доброе утро в Париже. Сидишь вот так на балконе, пьешь кофе. Там на крыше что-то пилят. Вот отсюда лик практически на опера. День прекрасен. И, как говорила предпоследователь Тишу, будет солнечно. Говорила, значит, будет. Какой у нас с вами план? Мы сейчас пойдем на завтрак. Потом мы пойдем к кутюрному магазину Баленсиаго, где сегодня в 12 часов дня состоится шоу кутюрное Дэнли, 52-ое шоу кутюрное Баленсиаго. На шоу, как вы понимаете, нас не приглашали, потому что на кутюр попасть не так просто. К тому же это очень маленькое замкнутое пространство. Но мы с вами сможем снаружи посмотреть, что это такое, как происходит сбор гостей. Может быть, даже какую-нибудь большую звезду увидим. Да? Да. Вдруг кто-нибудь прям большой приедет. Одеваемся и идем. Пойдешь? Да. Все. Для тех, кто пропустил наши предыдущие тревел-блоги из Парижа, их есть несколько на моем YouTube-канале, сейчас будет урок, как есть кровосаны. Во-первых, кровосан. Во-вторых, кофе. Берем, делаем вот так. Макаем. Затываем. Очень вкусно. Вам никто не запрещает кусочек кровосана оторванный. Намазать маслом. Например, берете просто маслечко вот так. Потом можно открыть, например, какой-нибудь джем. Вот так. Что должно быть небрежно? Все должно быть в крошках. Берем джем. Вот так намазываем. Дальше что? Конечно же, кладем в рот. Это небрежно. Nonchalant, как говорится по-французски. Мако вкусно. Дарю этот способ вам. Пользуйтесь. Даже если вы не в Париже, можете себе устроить парижское утро. И да, я завтракаю в очках. Я не знаю, как шу, я в мурашках, у меня просто волосы дыбом встают. Мы входим сейчас в сады Тюльри. Очень сложно пронести это название. И я думаю, вы заметили уже, что этот влог отличается несколько от итальянского. Почему? Потому что в Италии я не был давно. И, конечно, он был более туристическим. А в Париже я бываю достаточно часто. Обожаю всем сердцем этот город. И этот выпуск чуть про другое. И мы, конечно, кайфуем здесь максимально. И сейчас вам скажу, что видим мы. Эйфелева башня. И все здесь кружится вокруг нее. Для тех, кто впервые в этот период приезжает в Париж, конечно, это не лучшее время. Почему Париж активно очень готовится к Олимпийским играм. И весь город реновируют, ремонтируют. Не перестраивают. Просто чистят, видимо, от вековой пыли. И очень многие достопримечательности, как, например, арка с моей спиной, сейчас просто закрыты. Очень много строек на дорогах. Все приходится обходить. Но Париж от этого менее прекрасным в любом случае не стал. Все, бежим на показ. Еще кое-что. Мы с Шу, вообще-то, несмотря на то, что нас на показ Болинсяга не приглашали, идем полностью одетые в Болинсяга. На мне мятый, драный костюм Болинсяга, пожалуйста, с сортами. Вы его на мне уже видели в Ереване. Ношу вот такой жакет в эйфелих башенках. Широченные джинсы. И очки, кстати, тоже Болинсяга. В общем, Демна, с максимальным уважением идем к тебе. Пусть и не увидимся. Пусть и не встретимся. А, ты загадала? Да. Нет, я описываюсь просто, если мы его увидим. Красиво не могу. Ага. Мне кажется, мы просто не дойдем до Болинсяги, потому что хочется на каждом углу фотографироваться, писать, пилить для вас контент, для себя тоже. Это удивительный, красотый город. Говорю банальности, но как есть. Просто сумасшествие. Итак, сейчас вы наблюдаете то, для чего мы сюда пришли. Это вот эта толпа. Вот кутюрный магазин Болинсяга. И происходит сбор гостей перед шоу. Конечно же, куча зевак. Сегодня мы тоже зеваки. И нас фоткают. Вот такие крики. Это кто-то приехал серьезный. Давайте посмотрим, кто это. Кто-то в рубашке, как ушу. Смотрите, шуб похожий была в Ереване. Вот гости потерявшиеся. Или как мы, зевака. В Козинсиаге. Да она за хлебом вообще идет, на самом деле. Саш, а Саш, что делаешь? Я подглядываю. Примерно вот в такой позе. Я наблюдаю за сбором гостей. Очень интересно все это, конечно, на контрасте с Ереванской неделей моды, когда, естественно, тебя встречают, провожают, сажают на первый ряд. А тут ты как бы немножко аутсайдер и наблюдаешь за всем со стороны. Но меня, между прочим, это вообще никак не унижает. Это очень интересный экспириенс. О, Олексей Стоун. Обожаю ее. Вот она. Ну ладно, Джесси Иванович может быть сегодня. Смотрите, вот тут въезд автомобилей. Все гости подъезжают на автомобиль к входу. Вход перекрыт черными экранами. Всем открывают двери. Всех встречают. И все очень четко организовано. Класс. Молодцы. Вот эта девушка скандальная. Скайни-вестом, а не скандал. Он ее немножко уделал в соцсетях, что она не модная. Однажды мы тоже подъедем на этой машине к входу и тоже пойдем на шоу. Возможно, визжать, кричать нам не будут, но на шоу мы точно попадем. Ты же предпоследовательница. Будет. 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 Стрит-стайл-фотографы принесли с собой табуреточки. Мы, наверное, пойдем дальше, потому что все, что хотели увидеть, мы увидели. Атмосферу, так сказать, прочувствовали на себе. Желаем Дэмне прекрасного показа. Посмотрим его уже вечерком чуть позже. Я, может быть, даже об этом напишу, что вы видите в моем телеграм-канале. Кстати, на меня подписывайтесь, в ТГ, на Оленьку подписывайтесь, в ТГ, за всем следите, все смотрите. И на связочке, Дэмна, мы тебе желаем удачи, любим тебя и обнимаем. Все, Дэмна, чао, пока. До встречи, на связи. Пойдем? Пойдем. Сейчас белая шуба вылезет. Давай, 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 выясняем, выясняем. Вот, 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 выясняем. Это Карди Би. Короче, Карди Би – звезда стрит-стайла, кутюрной недели моды в этом году. Сейчас она здесь пройдет. Все ждали Карди Би, окей. Все. Контраст того, что происходит у Баленсиаго и того, что происходит здесь у какого-то ресторана с бургерами. Обожаю. Вот город контрастов. Класс. Сейчас случится наконец то, что им случилось вчера. Мы идем на реси и Диор Кутюр. Пойдемте посмотрим, что это такое. Бонжур. Давай дерьмой, каким образом. Бонжур. Я должен расставить цветочки над И, конечно же, это не Реси культурная коллекция Диор, это круизная коллекция Диор, которая посвящена Мексике, и даже вот здесь предлагаю в пустом месте показать вам фото с показа этой коллекции. На этаж ниже мы посмотрели, но не можем показать сумки с коллаборацией Диор, Lady Dior, которые только в октябре будут представлены. Это коллаборация с художниками, там порядка 20, по-моему, сумок, и мы здесь на Реси, вот той самой коллекции круизной, и вы знаете, нас сейчас сопровождала Инна Секритова, которая представляет Диор и взаимодействует с узкоговорящими инфлюенсерами, блогерами и персонажами, и она, конечно, совершенно иначе для меня лично, как мне вам раскрылось сейчас творчество Марии Грацио Кюри, и, конечно, это гораздо лучше, чем то, что мы с вами видим, гораздо тоньше, гораздо деликатнее, и, конечно, Мария Грацио Кюри – это Диор. И мы сейчас вам покажем детали, нюансы и атмосферу этого пространства, а потом поедем кататься по Парижу. Давайте посмотрим на детали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Билет действует 24 часа, ты можешь сесть на автобус где-то хочешь, по городу есть очень много остановок, выйти, посмотреть что-то и ехать на следующем дальше. Будет красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Кайф, да? Красиво. Вау. Вау. Как это красиво, вау. Просто вау. Вы знаете, у меня даже есть небольшая рекомендация, если в вашем городе, где вы живете, есть вот такие автобусные туры по городу. Красиво. В Фетербурге такое есть, в Москве точно есть. Если вы живете в Москве, просто садитесь на двухэтажный автобус и катайтесь по городу. Я тоже планирую это обязательно сделать. Это очень увлекательно, очень интересно. Обязательно возьмите сити-тур. Сейчас такие же автобусы есть и у нас. Очень красиво. Так, я планирую скоро сойти с автобуса, потому что там нужно поесть. И пока в мои планы входит посещение культового места, которое называется Кафе де Флёр. И там я буду есть луковый суп. Не знаю, будет ли его есть шум. Нет. И еще совет от Рогового. Карта по городу обязательно нужна. У меня она есть. Чтобы понимать, где вы находитесь. Классный совет, да? Ага. Да, мы на ближайшие точки выйдем. Вот мы сейчас вот здесь. И просто пешком дойдем до Кафе де Флёр. Кафе де Флёр. Кафе де Флёр. Кафе де Флёр. Проезжаю сквозь Лувр. Вот ее и Пусама до сих пор раскрашивает здание Луи Виттон. И еще раз интересного, мы сейчас с вами проезжаем по Онлев. Именно здесь проходил недавно первый показ Фаррелла Уильямса для мужской линии Луи Виттон. Прямо вот здесь все это происходило. С Тойлентом или нет, неизвестно. И мы сейчас приехали на остров Сите. Именно здесь находится Нотр-Дам де Пари. Он до сих пор на реставрации. И совсем скоро мы выходим и наконец уже отправимся есть. Рассказываю, мы пришли к кафе де флёр. Сейчас покажу вам кафе де флёр за моей спиной. Вот, пожалуйста, культовое место. Если кому-то интересно знать, чем оно культовое, пожалуйста, почитайте в интернете. И луковый суп я уж точно должен съесть здесь. Пойдемте искать место. Затем надето. Затем надето. Пойдем на луково. А вот на луково. Я скажу так, кафе да флор это всегда не очень вкусно, это достаточно быстро, это классический французский сервис, где все максимально неприятные, которые хотели поменять этот столик в аквариуме на столик с видом на улицу, и там был стол свободный, наш официант не разрешил нам пересесть, так что все такое максимально не комплиментарное, но в этом и есть весь французский шик, но наши официанты останутся без чужих. Это для меня. Спасибо. Вот он, луковый супчик. Сэндвич, это то, что мы заказали, конечно же хлеб, цезарь сэлод, и я предлагаю прямо сейчас на ваших глазах вот это сумасшествие, как Оленька у нас тут сигаретки курит в Париже, как это принято, и попробовать. Да? Да. Ну давайте попробуем. Да. Да. Сейчас подстынет. Ну как, если есть попсовый суп, то нужно его есть в попсовом кафе. Луковый суп, кафе Реслер, Александр Рогов, Ольга Шуранова, тревел-влог, Париж, специально для вас. Не так вкусно, как в Италии, но этот блок про другое. Про Ереван. Я напился пива, стакан, и я немножко не алё. И я думаю, может быть, заглянуть в магазин Дрис Ваннотен, у которого я сейчас нахожусь. Вот здесь мужской магазин, через дорогу женский. И вот открыл еще новый, видимо, отдельный магазин для парфюма Дрис Ваннотен. Но я знаю, что там нельзя снимать. Я не снимаю. Я не снимаю. О, это открыто. Вячеслав. Вячеслав. Да. Ах. Вячеслав. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это я смеюсь. Знаешь, над чем? Что снимать нельзя? Хватит. Ну, хватит, не позорь меня. Как ты слушаешь? Покажи, покажи. Все, хватит. Пожалуйста, не снимай. Хватит, не снимай. Пожалуйста, хватит меня позорить. Как позори? Я не снимаю. Я все ради подписчиков. Оцените, пожалуйста. Пожалуйста, не снимай. Я тебе помогаю. Он нас сейчас увидит. Ну, я правда прошу. Лишь сухие. Уху. Юху. Ты где? Не снимай, он идет в трусах. Ну, значит, ладно. Вообще не нужна. Я экономлю денежки. Конечно. Вы сейчас были свидетелями несостоявшегося шопинга. Спасибо, Шу. А то я ушел бы с сапогами 45-го размера, 541. С мюлями. С брюками какими-то ненужными, которые я один раз нацеплю. Но у меня уже был вариантик, с чем я их носил бы. Хочу сделать анонс. Позвольте мне, дорогие зрители. У нас завтра с вами что? Шопинг-дэй. Пойдем по магазинам. Ну, а прямо сейчас мы пешком направляемся в сторону отеля. Это буквально 10 минут через Люфт. Хочу, будьте, что я сейчас хлопну, и мы окажемся с тобой на этом корабле. Хлопаю? Давай. Раз, два, три. Да ну нафиг, давайте обратно под Париж. Мы не оказались. Мне понравился экскурсия на автобусе. Прям было супер, классно. Хочется немножечко перестать. Какое игристое. Спать ложись. Да. Всем приветики. Мы едем в ресторан Gigi на авене Монтейн 15. Оттуда шикарный вид на Эфилеву башню. Ее я вам непременно еще покажу. Сегодняшний день весь про Эфилеву башню. И даже сейчас ношу Эфилеву башенки. Так что нам пожелать приятного аппетита, отличного настроения, а вам замечательного просмотра этого выпуска. Да, он даем на путь. Тшшш. Sorry. She's crazy. About Paris. Париж равно шампанское. Merci. За вас. За Париж. А вы вообще заметили, что вот это? Да, вы правы, мои хорошие, любимые, дорогие. Это Эфилевы башня. И она сегодня будет сиять вечером только для вас. Да? Да. Оленька? Да. Давай, ешь устричку. Сейчас буду. Вот как выглядит. Съемка много. Мы не можем начать есть, потому что мы снимаем. Все для вас. Все для вас. Все для вас. Все для вас. Поскольку, как вчера я отравился с марчуками, устрицы, конечно, это сильный выбор. Безапинь. О, пусть Парижа. Я, честно, устрицы нигде, кроме Парижа, не люблю. Прозвучало так пафосно, но, в общем, в Москве как-то устрицы есть неприкольно. А в Париже в этом такой особый флёр есть. Ну, уж если травануться устрицы, то лучше в Париже. Но я надеюсь, меня пронесёт. Пронесёт. Надеюсь, меня не пронесёт. За вас. Как красиво. Шоу. Я предлагаю закончить сегодняшний вечер этим видео мигающей эфелевой башней. Давай выпьем за наших подписчиков. Давай. Любовь. За вас. За вас. За Париж. И за любовь. Во всём мире. Под звуки дрели я хочу проанонсировать начало нового дня в Париже. Прямо сейчас мы идём вперёд. Для того, чтобы сесть в такси, поехать на Трокадеро, где мы, правда, вчера с вами уже были. Но едем мы туда для того, чтобы сесть на кораблик и поплавать по сене. Вот мы поплаваем по сене, а потом мы пойдём по магазинам. Я уж не знаю, чем всё это закончится. Покупать в Париже катастрофически нечего. И, как это ни странно звучит. И, честно говоря, особо ничего мне не нужно. Поэтому, если вдруг артефакт какой-нибудь найдём, куплю. Но не найдём артефакт, не куплю. Да? Да. Вот так. Ну, как можно остановиться, фотографировать её? Ну, нереально. Я иду в свой персональный ад. Мы сейчас будем грузиться на лодку. Здесь очень много людей. У нас есть билетики. Пусть не знаем, какое место нам достанется, но и бог с ним. Какое достанется, такое достанется. Я в режиме принятия. Режим принятия от Александра Рогова на Рогов Лайф. Господи, все зеваются, идёт через одного корабль одевающих. А мы спустились на нижнюю палубу. Оказывается, что здесь гораздо интереснее, потому что у нас практически personal view. Селфи-делаю. А ещё знаете, что прикольно? Что все друг другу машут. Один корабль машет другому кораблю. Прохожие могут махать. Это очень мило. Очень мило. Мы с вами были вчера на Пон-Нёв. Одним глазком увидели Нотердам де Пари. Вот сейчас увидим его буквально со всех сторон. Потому что, насколько я понимаю, наш корабль обогнёт остров Сите. И для тех, кто не в курсе, именно на острове Сите, примерно две тысячи лет назад Париж и зародился. Вот мы сейчас не видим. Вот, они как раз рассказывают, что слева от нас Нотердам де Пари. Париж. Париж. Субтитры делал DimaTorzok Круиз супер Башня супер Вот она А тебе больше понравилось на автобусе или на лодочке? Сложный вопрос Но после автобуса восторгов почему-то больше Как будто бы ты там чувствуешь город А на лодке ты немножко сепарирован Нет? В каждой поездке своя романтика Да, знаете, что я вам сейчас покажу? Конечно же, Эфелеву башню Мы решили наконец начать то, о чем вы все мечтаете Весь этот выпуск Я вначале сказал, что это шопинг-блог Вы смотрите, шопинг-блог из Парижа Будет очень... Оговорочка по Фрейду Сейчас мы в Лебон-Марше Посмотрим, что продается тут Может быть, купим что-нибудь тут И вообще объясню, почему сюда пришли Мы пришли сюда, потому что это один из магазинов Где в Париже есть JW Anderson И мне интересно, здесь есть уже сумка жаба Есть ли здесь его ботиночки-лапки Есть ли здесь еще что-нибудь вирусное Ботиночки-кандалы, например Посмотрим, что тут можно купить Оглядимся немножко И пойдем дальше Сегодня нас ждет еще Mare, Samaritan, Valenciaga Ну и все такое И встретимся с другом еще нашим А, и встретимся с Сананом Который является креативным директором Дизайнером бренда Ushatava Он тоже в Париже А может быть, еще кого-нибудь по дороге зацепим Пойдемте И хочу сказать, что главная достопримечательность Лебон-Марше Это вот этот эскалатор Я сейчас на нем катаюсь А параллельно меня видит шум Приветик Вот там шум А это я Так, ну надеюсь, найдем, что ищем Так, бежал, уже начались распродажи Вот, например, на дрессоноке Мимо 40 почти на все Очень сильно любимый бренд Jack Muse Ну, кстати, сумка прикольная Здесь огромная стойка Алая Кстати, у них недавно был классный показ на улице, на мосту Красиво Давайте посмотрим, сколько жакетик стоит Жакетик стоит 2900 евро Ой Алая славится именно технологичностью вещей Вот эта юбка стоит 890 евро Но она не так проста Потому что вот эта отдельная трикотажная деталь На которую наживается Уже вот эта юбка с драпировкой И с перетельчатого футера Это красиво на самом деле Милота Здесь есть мучная сумочка С торчайшим пакетиком Пакетик можно заправить в новичку В общем, только вот это здесь есть от JW Anderson Никакой сумки лягушки Здесь нет Нигде она не квакает Но я знаю, что мужской этаж еще на минус первом Давайте туда сходим Кто-то все-таки JW Anderson лягушку свою показал в мужской коллекции Знаете, мужской в Париже такой же отстой, как в Москве А что это? Курские кофты Мужская просто шлачина Просто шлачина Наш следующая точка, куда мы движемся Это универмаг Самаритан Там еще вообще ни разу не было Он новый А потом встречаемся в кафе Алая с Сананом Мы с Шу пришли сюда Если я сумку-жабу не найду То я куплю вот эту сумку Которую держит Йои Кусама Поговаривает наша подруга Катя Рок Стилистка-коллега-волшебница из Санкт-Петербурга Что здесь тоже есть JW Anderson И, возможно, здесь есть жаба Вот JW Anderson Жен Вот такой вот Жабу здесь не вижу А мужской на третьем этаже Я скажу так Мы, конечно, в шоппинг-краю Здесь есть всего, чего нет у нас Весь люксик здесь представлен Доступен еще и со скидками 40% Уже О, не доело Если не жабу, то собаку Тут вопрос даже не в том, что мне очень сильно нужна эта жаба Это уже как бы спортивный интерес Найти жабу Просто удивительно, что В главном модном городе Нет магазина JW Anderson У него есть он в Бикини У него есть он в Милане Недавно открылся Все там есть, а вот в Фаиже нет Это вот как бы как Ждем открытия Купить вообще нечего Дашу Да Что сейчас стоит какой-то? Продается? Ай! Я скажу так Продается вообще одна адовая коммерция Всякие коммерческие писы Коммерческие сумки Вот еще вам кое-что покажу Это отель Довиль Очень красивое место Я не поспеваю за тобой Здравствуй, дорогой Мы хотим купить Ну тут хорошо Хорошо выпивать Санан Передай привет Музлок снимаю Кому передавать? К себе А, ну привет И Ниношеньке А Ниношенька? Ну она на работе Ну, я как бы Ниношенька на работе Мы тебе приветики передаем Сананом будем болтать Отключаемся Возможно, здесь будет что-то, что вам слышать нельзя Нельзя Если что, я напился с одного бокала Комбаре шприц Я снаружи магазина Алоя Ашу уже внутри Сейчас приду Здорово 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 Блин, видишь, конечно, Валая Классная? Очень Красиво Вот такие серьги здесь, Валая есть Ну, кстати, они такие тяжелые Купить? Нет Сейчас пьяный куплю У нас все Валая В нашей компании пополнение Вот там за моей спиной Санан Оленька Шу И Абдулла Артуев Фотограф У которого просто, мне кажется Какой-то международный прорыв Как вы понимаете Глаза у меня в кучу Потому что Меня унесло с одного Просто коктейля Потому что я голодный О, наконец Кто-то идет медленно О, боже Париж, я тебя люблю И Ну, короче Что-то мне надоело уже все записывать Я устал Но влог еще не заканчивается Продолжать смотреть В общем, мы сейчас в концепт-сторе Tom Greyhound Он находится в Море И пока я считаю, что это лучший концепт-стор В котором мы были Потому что здесь классная, интересная подборка Ой Классная, интересная подборка брендов Например, Жильзандер, Дейс Ван Нотен Такие небанальные позиции здесь продаются Лучшее место пока И вот на стене еще шоу Коперни С роботами Ладно, мы продолжаем бродить Мы никак не умеемся Вот я что меряю Вот такую пуховую тапку Болоня Я больше не могу Мы сейчас в концепт-сторе Который называется Левая нога Человек-какая-то рука Санана, как называется этот магазин? А, сломанная рука Брокен арм Ну шопинг пока просто отстой Вообще Купить нечего Взять нечего Надо в Баленсиагу идти Ну куда он? Он уже 50 лет победит Нет? Свети, сердино О, его видимо три клоуна Александр едут в Баленсиагу на Сан-Тонаре Надеемся, что нам там нальют шампанского Самоглавная надежда Ой, и возможно воды дадут И кто знает Туалет откроют Туалет там есть, точно Шопинг-флог не случился Доехали Ну я вам обещал, что мы зайдем в Баленсиагу на Сан-Тонаре Вот это здесь Пойдем сейчас туда Сейчас вы со спины видите эталонный парижский шик Эммануэль Альт Это бывший главред французского, теперь уже парижского бога ранее Она королева стиля Снять не успели, но со спины две секунды ее увидели И я, кстати, не первый раз ее уже в Париже встречаю и обожаю Что это я не вижу Ты, конечно, поможешь носить, я такое не смогу Конечно, я вот могу такое носить Ты супер, только еще в другом цвете Ой, ну в общем, шопинг вообще я просто не задался А уж лучше на кораблике плавать, да и на автобусе кататься Мы на авене Монтейн в Баленсиаге И Саша обиделся Да, я обиделся, что мне ничего не нравится Ну, такое есть А, ну, по большому, он красивый, но это же маленький, да Может, куплю что-нибудь все-таки Не жабу, конечно Вот здесь есть, например, вот эти сапоги Пожалуйста Здесь есть вот такие очень классные жакеты С детализацией в виде брюк по низу Платья Вот, например, такое Только посмотрите, как это все сделано Как бы я ни гнал на Баленсиаге Не говорил бы, что мне надоело, я устал Но вот лучшее на рынке вообще ничего пока нет В этом есть вайп, в этом есть, не знаю, какое-то настроение Это все, да? Только это Баленсиага Этот влог не шопинг-влог Шопинг отстой Срань, ссака Дерьмо Надеюсь, получится с едой Мы сейчас пообедаем в ресторане, который называется Хрючево Пообедаем? Ну, как, мы еще не обедали, не ужинали Поэтому у нас обеда-ужин, хотя мы завтракали В общем, поедим в ресторане Хрючево, куда нас привел Санан И если что-то пойдет не так, то виноват этот бородатый человек Ресторан называется Гладин Как гладишь, как мне сейчас объяснила наша русскоговорящая официантка Зовут ее Маша Маша, передайте всем привет Здравствуйте И еда выглядит вот так Очень по-бытовому, в хорошем смысле слова, супераппетитно Мне кажется, это ровно то, чего сегодня не хватало Вообще Возможно, я просто поем, не буду снимать Все, приятного аппетита нам, вам приятного просмотра Удивительное произошло Мы поели, нас угощают Потому что я великий кутюрье из России А Санан часто в этом ресторане бывает А Маша, которая нас обслужила, просто супер Кое-кому там что-то на ушко нашептала И у Маши есть тост Сейчас она его произнесет Я предлагаю выпить в неделю от пучи Правильно, Маша, из-за тебя И из-за Владивосток Возвращайтесь Непременно Я даже не знаю, куда камеру перевезти Давайте на кухню, уведу я ее У нас последний вечер в Париже Мы ни черта сегодня не успели Эйфелевы башенки, шума не купили А нужно было купить целых 25 штук Журналы я не купил Надежда, что журналы можно будет купить в аэропорту Завтра еще что-нибудь запишем Привет Ой Финальная упаковка Чемоданов Я считаю, что пришло время С вами прощаться Вы смотрели великолепный, я надеюсь Не шоппинг-влог Нарогов лайф Мы с Оленькой Летали в Париж, в Ереван Веселили вас, развлекали о себе Не забывали Комментируйте, подписывайтесь Ставьте лайки Ну и если вы хотите продолжения Если вы хотите, чтобы мы еще куда-то съездили для вас То, конечно же, пишите направление, куда нам отправиться Это не значит, что мы по этим направлениям куда пойдем Все, всем пока Спасибо большое Было классно, весело Давайте, может, дальше без вас I love you Все, пока всем Пока О, у меня тапки были, оказывается, круга я не обувь И косметика для макияжа Все, всем пока Давайте, чао